Итак, Леша просто сбросил пешку и получает небольшую инициативу. Во что он ее будет воплощать, где именно будет создавать угрозы. Может быть, где-то сейчас Б5 сыграет и дальше будет феерить. Ну вот, Широв как раз является наследником Тали, совершенно очевидным образом. Они земляки, рижане. Ну и у Алексея Широва этот самый огонь атаки продолжается уже больше 30 лет и очень даже успешно. Так, Есипенко. Есипенко, слона на Д7 оставил, поставил Ф3. Ну и начинаются блокадные какие-то игры. Разменяли, коня поставили на Е6. Ну, конечно, структура у белых поприятнее, пешка на Ж6, наверное, не сказочная, поэтому Ильянов имеет шансы на победу. Короткий, но емкий взгляд на Григория Парина. Что-то мне это все не нравится. Черные выправляют свою структуру, пешка встала на Ц5 и как-то конь на Ж4 и слон на Д2 впечатляют меня все меньше и меньше. Так что дебютная подготовка Григория уже прошла, ну а Митильшпиль как-то он получил не самый радостный. Так что здесь вот явно какая-то незавершенная работа была. В общем, сырой набросок, который не привел к шедевру. Ладно, в самостоятельной борьбе эти шахматисты будут определять, кто сильнее. Итак, Антон Гехара почему-то не делает ход уже на протяжении многих-многих минут. Ну, у него был запас времени, он его полностью израсходовал и теперь уходит в минус. Хотя, вот видите, у него 47 минут, у Фабиана 48, так что ничего страшного не происходит. Компьютер пишет, что надо проводить Ж5, причем сначала с ладьей на Ж5. То есть следующий ход должен быть Ж5. Ну, идея по-своему понятная, да, если пешку Ф4 свергнуть, тогда конь стоит на Е5. Это было бы большим счастьем. Ну, только может быть вопрос, что белые не согласятся. Конь Е2, кстати, конь Е2, теперь если сыграть Ж5, тогда конь на Д4 пойдет и может на Ф5 заскочить, да, ненароком. Конь Д6, а, тогда висит пешка на Е4. Конь С3, конь Е7. Вот такое лестное предложение ничьей. Ну, в принципе, с учетом того, что Фабиана Круана все-таки не борется за место в претендентском турнире, может быть, у него и нет какой-то большой сверхмотивации, ну, окромя желания заполучить первый приз. Кстати, какой у нас первый приз-то? Сейчас я посмотрю. Какие у нас вообще призы-то в этом турнире? Ну, это Гарри Кимович Каспаров. В известной была история, когда он в Ленарисе, где шахматисты вот такие, как он, Анант и Крамник получали очень большие стартовые гонорары. Ну, а призы там были не очень большие. Однажды Гарри Кимович пришел на закрытие, на официальное завершение турнира и порадовал всех таким замечательным вопросом. Слушайте, братцы, а какие у нас здесь призы? Представляете себе, приехал чемпион мира на турнир и не знает, какие там призы. Ну, потому что тогда Гарри Кимович что-то было не нужно. Он свои, не скажу, сколько десятков тысяч долларов получал, ну, а, соответственно, призы, это уже так был легкий бонус. Так вот, первый приз – 70 тысяч долларов США. Второй приз – 50 тысяч долларов. Третий – 40. Тоже неплохо, да? Третий приз – 40 тысяч долларов, тоже недурно, но по сравнению с 70-ю несколько меньше, да? Потом 35, 30, 25, ну и дальше, наверное, для таких людей, как Магнус Каса, начинаются сущие копейки. Там 20 тысяч, ну, то есть, это уже на булавки не хватит. 20 тысяч, 16, 13, 11, ну, это вообще уже детский сад. Магнусу не хватит просто на оплату проезда всей его команды огромной. Ну, я надеюсь, что Магнуса Калсона там все-таки организаторы подкупают особенными, особенными и дополнительными следствиями. Потому что участие такого шахматиста, сами понимаете, в любом турнире привлекает гигантское внимание публики. Поэтому Магнус Калсон тоже сейчас, по примеру Гарри Кимовича Каспарова, получает свои гонорары, размер которых... Я иногда слышал какие-то суммы, одно, другое, третье, но, скажем так, давайте не будем это обсуждать. Может быть, он получает миллионы, но мы этого не узнали. Хорошо, смотрим. Что-что? Что, Кавякин уже? Кавякин уже пробился. Следующий круг? Ёлки зелёные, это что же такое? После С4, знаете, Кирилл вот... Он всегда производил впечатление шахматиста очень крепкого и солидного. Не по годам. Вот он сыграл Ф6, игнорируя вот все эти представления. ЦД и ФЕ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вы знаете, здесь, похоже, желание выиграть превалирует. То есть шахматисты отбросили всякие условности, понимают, что только победа даст им шанс побороться за выходящее место. В ДЦ, кстати, у белых компенсация для фигуры будет изрядная. И после взятия на Д4, и после хода Е4, кстати, так сыграно, СБ, ладья Б8. Ну, конечно, задача чёрных очевидна, да? Любой ценой уничтожить эту опасную проходную. Конь С3. Ну, мне кажется, что компенсация... Да, даже если вот сейчас ладья Б7, конь Е4, ну, положение очень опасное чёрное. Во-первых, давайте считать. Три пешки за фигуру. Это сказка. Три пешки за фигуру, и у чёрных король... Представляете себе, сколько ходов надо сделать, чтобы этот король ещё ушёл куда-то? Конь Ф6, слон Е7, два нуля. Три. За три хода белые явно создадут кучу угроз. Ладья Д7. Вот надо ли защищать пешку Д4? Уже, кстати, большой вопрос. Компа довольно резонно говорит, что делать нарочито крепкий ход Е3 неправильно. Именно с позиционной точки зрения. Пора просто атаковать. На ладья Д4 сразу ферзь Б3 играем. Или слон С6, кстати. О, ещё один шажок интересный. И там конём нельзя защищаться ладья Зависа. А играть король Е7, сами понимаете, совсем печально. То есть вот после конь Ж5, ну что, а если А6? Тогда вот конь через Ф3 может на Е5 дальше отправиться. Слон Д6 прикрываем полянку. Вот то ли ферзь Б3, то ли конь Х4. После ферзь Б3 возникает идея Е4. Вот так слона отвлечь от пункта Е6. Ну, в общем, я вам скажу, что здесь война такая возникает весьма откровенная. И никаких дипломатических условностей уже нет. Пам или пропал. Вот такая стратегия. Так что сегодня здесь кто-то выиграет. Соответственно, кто-то пройдёт на плюс 4 и будет всерьёз претендовать на самые высшие почести. Итак, стоит сейчас такая позиция, конь С3 думает Кирилл Алексеенко, альтернатива сыграть конь Ф6, пешку Е4 немножечко придержать. Ну, у белых, естественно, есть две разумные возможности, слов Ж5 или Ф3, потому что пешку Е4, конечно же, необходимо уничтожить. На прицеле Я, на прицеле Ю подлежит объект уничтожению Ю. Вот, но я всё-таки хотел что-то вам рассказать про Накамуру, что-то рассказать про Роняна. А что про них рассказывать? Они уже согласились на ничью. И эта ничья явно в пользу Лёвушки. Явно в пользу Лёвушки. Так, погодите, ладья Б8, ладья Ц1, король Б3, ладья Б8. А почему надо соглашаться-то? Я не понял. А почему белые должны соглашаться на ничью? В чём вообще механика-то процесса? А механика процесса заключается в том, что чёрные, наверное, хотели сыграть Б4, НСБ, ладья Б5. Ну, конечно, можно было сыграть ладья 1, предотвратив эту возможность. Ну, вот ладья Е1, наверное, принципиальный момент с идеей активизации ладьи, но здесь надо смотреть Б4. Если ЦБ тогда... А-а-а, так это я неправильно понял идею. Ладья Б5, это была бы ерунда, ерундовина, да, там белая ладья заходит. А вот ладья Ц4 с угрозой отъесть эту пешку с шахеншахом, вот это, пожалуй, серьёзно. Ну, тут я начинаю понимать Накамуру, но его очень трудно понять из спортивных соображений, потому что ничья ему категорически невыгодна. При любом деле же дополнительные показатели, а именно средний рейтинг соперников у него будет явно ниже, и чем у Ароняна, и чем, там, не знаю, у Антона Гехара, ну, и тем более, чем Ванхау и так далее. Если Грещук придёт ещё кто-то, ну, может быть, Гекару планируют завтра чёрными фигурами кого-то взгреть, нагреть и перегреть. Ну, это будет совсем уже здорово, это будет подвиг, но чёрными фигурами, согласитесь, это несколько труднее. Ну, хорошо, в общем, не решился, и поэтому для Ароняна это очень-очень важный, важный результат. Шансы армянского гроссмейстера выйти в трюмер претендентов становятся весьма большими. Завтра он играет белыми фигурами, он один из лидеров, и поэтому всё будет в его руках. Теперь Магнус Карцен, вот, друзья, вот где начинается настоящее сражение. Итак, Б4, конь А4, а может быть, анализы закончились неожиданно? Значит, А3, конь Д7, слон Ж3, и вот здесь вместо хода А5, который анализировали мы с Петром Ивановичем, неожиданно последовал ход слон Ж7. Тут-то Магнус и загрустил. А ну-ка, дайте-ка я посмотрю, дайте-ка я посмотрю и прикину, насколько это всё хорошо и важно. Так, А4, хорошо, А3. И вот здесь я включаю всё-таки своего родного, дорогого стокфиша, как он относится к ходу слон Ж7. Ну, кстати, кум говорит, что ход-то не самый дурной, то есть, может быть, не настолько высоко оценивать, как А5, но, говорит, можно было так играть. Значит, белый играет ладья Д1, вот так сыграл Магнус, просто пешку на Д4, а реально жалко. Да, ну вот здесь, честно говоря, компьютер потешает. Так, говорил, Воланд, извините, но надо вами потешаться будет. Вот, ну вот, опять-таки, комп говорит, что надо... Да, то есть, комп уже, когда задумывается, он уже начинает отвергать свой первый потешный ход, потому что первое, что он рассматривает, БА, ну, за это я бы открывал руки, ноги, процессор и всё остальное. Ну, БА абсолютно безнравственный, дурацкий совершенно ход. Компьютер на первых порах считает, что у чёрных много лишних пешек, на то, что разрушается абсолютно весь центр, а вот эти пехотинцы будут, естественно, безмолвными свидетелями разгрома, которые белый учинят, там, 2-0, Е5 или Д5. Это, в общем, абсолютное безобразие. Ну, и поэтому всё-таки, по зрелому размышлению, играем А5. Вот это правильно. Всё-таки эта пешечная конструкция должна в них поле не стоять. Магнус играет 2-0, тоже трудно критиковать этот ход, скорее всего, это правильно. И, кстати, Стокович вот здесь показывает уже перевес белый. Вот заметьте, да, пешка стоит на сети, пешка лишняя, но компьютер здесь говорит, что у белых плюсик есть. Слон F6, первая линия компьютерной программы. Ну, вы знаете, 17 минут у Матлакова играет по компьютеру почти всё. Может быть, всё-таки Максим-то помнит что-то? Может быть, Максим вообще хитрит, мудрит? Да нет, ну, не может он отдавать больше часа специально для того, чтобы создать иллюзию незнания. Ну, это было бы слишком уж по-мальчишески, по-детски. Теперь, наверное, идея такая, что идём на h4, то у слона на житве разменят. Ну, и компьютер, что у нас пишет после хода слона F6? Пишет, что надо играть слон C7. Слон C7, и на слон h4 играть Е5. Вот основная компьютерная линия. Слон h4, Е5. Ох, какая жизнь начинается, да? Да, слона ставим на D6, чёрного короля перешпилили. Кунг C5 полностью заблокировали. И идеи чёрных на королевском фланге объявляются не очень-то из-за матча. Ну да, вот такая вот была идея. И тут комп говорит, что надо смело играть F5. Если чёрные не хотят оказаться зажатыми, там, кстати, ферзь наш 7 ещё идёт. Надо играть F5, ЕF, конь F6, слон Е5. Ну, позиция в центре вскрывается уже, да? По вертикали Е можно работать. Конь D7, никаких ничьих, ферзь Е4. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну-ка, сейчас я до конца доведу это компьютерное безобразие. Слон Е5, конь D7, ферзь Е4. Ну, здесь очень много продолжений, непонятно, какой из них правильный. И когда компьютер на первую линию снова выводит ход БА, я снова дико, дико хохочу и считаю, что здесь позиция чёрных может быть уже просто тяжёлая. Вот, скорее всего, это позиция тяжёлая, потому что белым понятно, что делать. По центру надо всё вскрывать, нападать. Где-то и тут и конь на C5 пойдёт успешно. А чёрный король ясно, что спокойной жизни в этой партии не найдёт нигде и никогда. Вот. Но вместо хода слон C7, а ход был гениальный и правильный, последовало конь C5. Компьютер начинает здесь, в свою очередь, хохотать. Говорит, что слон C5, это абсолютно никуда и абсолютно неправильно. Здесь оценка в пользу учёных довольно сильная и мощная. Так что тем, кто болеет за Максима Наблакова, можно здесь хотя бы на секундочку порадоваться. Он побил на C5, конь C5, ДЦ и просто сыграл Е5. Ну, борется за пространство и пресекает попытку белых поставить слона на D6. Е5, восклицательный знак, у чёрных уже просто лучше. Сыграна ладья D6. Ну, надо же, надо же как что-то белым имитировать какую-то активность. Никакого другого активного хода вообще не видно. Ладья D6 и слон бьёт H4. Ну, смотрите, Максим какой красавец, да? Вот, смотрите, что творит, да? Съел вторую пешку. Съел вторую пешку. Центр вскрыть уже здесь невозможно. Оценка компьютера, я вам скажу, ну, на глубине 36. Вот я вижу, Стоквич показывает чуть-чуть больше полпешки в пользу чёрных. Ну, это говорит о том, что белые должны какими-то очень точными ходами нагнетать инициативу, что-то тут выдумывать, что-то тут соображать. Ну, по виду белые рискуют никак не меньше. Вот, давайте так, я попробую дипломатично сформулировать свои впечатления от позиций. Белые рискуют и чуть не меньше, так что Магнерс пошёл у нас в большую зарубу, и ему тоже нелегко. Знаете, что обидно? Максим потратил слишком много времени. У него вот сейчас 23-й ход, до 40-го хода 17 ходов сложнее, чем всё-таки положение. Осталось всего лишь 12 минут. Ну, Максимка, Максимка, ну почему побыстрее-то не сыграть? Ну, оставил бы хотя бы минут 20-25. Ну, всё, было бы как-то жить-то полегче. А вот сейчас мне, например, не верится, что Максим сумеет здесь безошибочно, без каких-то явных промоков, дожить до конца, до контроля. Ну, это мне представляется маловероятным, особенно если Магнус Карлсон будет играть...